Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в Чувашии работают над привлечением инвестиций. К открытию готовятся новые производства. Как обстоят дела в столичном индустриальном парке, обсуждали сегодня с выездом на место. Территория парка занимает солидную площадь. По срокам освоения ее разделили на две части. В каждой более 23 гектаров. Первая очередь имеет уже готовую инфраструктуру. Там работают несколько резидентов. Из 10 участков занято 8. На трех промышленное производство полностью налажено. С 2015 года по 2019 включительно с 88 человек до 158 в два раза увеличили количество рабочих мест. И объем выпуска продукции увеличился больше, чем в два раза. Почему в свое время компания выбрала как площадка развития именно эту территорию? Это прежде всего созданные условия. На тот момент не было других территорий, которые были обеспечены и доступностью транспортной, и электротехническими, всеми требующими для предприятия средствами. Ну и во всяком случае налоговые льготы, некоторые, которые позволяют для индустриальных парков, мы тоже пользуемся. Вторая очередь – это 16 участков, 4 из которых пока свободны. К открытию готовится компания «Идеальная кровля». Предприятие производит кровельные изделия из тонколистового металла и строительные материалы для заборов. И государство, и собственники вложили сотни миллионов рублей в освоение новой территории. Уже сейчас создано почти 350 рабочих мест, а будет еще больше. Инвесторы заинтересованы в реализации своих проектов в регионе и не намерены от них отказываться. В целом предприниматели довольны, что есть такие площадки, которые оснащены необходимыми инфраструктурными объектами. Это дороги, газ, электрическая, вода. Но есть ряд моментов, которые надо донастроить. Это прежде всего, скажем так, оптимальное управление этими объектами, всем, чтобы было удобно и комфортно взаимодействовать с организациями, которые обеспечивают этими ресурсами этих резидентов. Для решения этих и других вопросов в Чувашии вскоре будет создан Институт развития. Его возглавит Олег Николаев. В новой экономической реальности, считают специалисты, опорой для экономики республики должен стать инновационный и креативный бизнес. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.